Здравствуйте, это программа репортера и Алексей Коноплев. Сегодня город гудит и обсуждает решение по одному из самых громких судебных процессов последних лет. Субтитры создавал DimaTorzok Какой срок назначил обвиняемому в убийстве двух девочек? История преступления человеческих судеб. Все, кто к своему несчастью имеет отношение к этому процессу, в ожидании. Конвой опаздывает без преувеличения. Были пролиты реки слез, убиты все нервы, почти два года ада и бесконечных заседаний. На второй этаж сначала провожают сообщника Назарова, потом его самого. Молодой человек так и не покажет своего лица и до последнего будет прикрывать его папкой. Преступление было совершено в условиях неочевидности. В принципе, отсутствие свидетелей влекло за собой очень кропотливую следственную работу. Имя Михаила Назарова в Самаре точно слышал каждый. В июле 2013-го по городу прошел клич о пропаже двух школьниц Лизы и Алены. Днем и ночью девочек будут искать родители, добровольцы и полиция. Найдут спустя неделю в земле. Позже следователи обнародуют версию произошедшего. Лиза и Алена вечером ловили попутку и сели в машину Назарова и его подруги Татьяны Галкиной. Сообщники решили их похитить, ограбили, а потом задушили тела жертв, завернули в одеяло и вывезли на берег Волги. На Назарова полиция выйдет через Галкину. Она сдаст его с потрохами, а также расскажет о его интересной жизни. Молодого человека обвиняют по 24 эпизодам. В зале суда приговор слушают еще два человека. Они пока под подпиской о невыезде, замешаны в истории с еще одним похищением бывшей девушки Назарова. Один якобы выманил ее из дома, другой всего лишь вез на машине до заданной точки. Решение судьи доводит до слез супругу обвиняемого. Он работал, у нас двое детей. Я осталась сейчас одна с двумя детьми. Это как так можно? За то, что человек просто подвез человека? Татьяне Галкиной оглашают приговор и дают 9 лет колонии общего режима на момент совершения преступления. Ей было всего 17 лет. Последним зачитывают решение для Назарова. Он своей вины не признал. И 12 присяжных заседателей, выслушав все версии адвоката и обвинения, решили, что он не заслуживает снисхождения. И назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы со штрафом в сумме 60 тысяч рублей, с отбыванием первых 9 лет в тюрьме, а оставшейся части срока в исправительной колонии строгого режима. Сама совокупность преступлений, особо тяжких, в основном убийства, зверское убийство двух девочек несовершеннолетних, давали мне возможность попросить именно пожизненное лишение свободы. Назаров был признан виновным более чем в 20 эпизодах преступлений. Также убийца выплатит штраф в 60 тысяч рублей и более миллиона рублей компенсации. После оглашения приговора в зале наступает тишина. Потерпевшие выходят наедине со своими мыслями. Матери погибших школьниц категорически не согласны с приговором. Я жалею, что отменили смертную карьеру. Мы верим, что наши дети стали ангелами, а ему прощения не будет никогда. Они никогда не забудут тот роковой день, когда их дочери вышли и больше никогда не вернулись. Назаров на свободу выйдет и будет жить. И даже имеет право идти по условно-досрочному на несколько лет раньше положенного срока. Эта неделя в Самарском областном суде выдастся богатый на уголовные дела. В пятницу должны озвучить приговор еще двум суровым мужчинам, но об этом чуть позже. Желаю вам всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok